Итак, о чем я хочу вам рассказать? О том, как мы тестировали эту нишу. О том, как мы запускали этот продукт и каких результатов мы достигли. Для тех, кто смотрел этот сервис, реально интересно? Круто. Итак, мы вышли на рынок 2 февраля 2018 года. Мы выступили на сцене бизнес-молодости, выступили на сцене Synergy Inside Forum, на самом большом бизнес-форуме, если я не ошибаюсь. Global, да, самый большой? Значит, не на самом большом. Хорошо. Нас тогда представлял Евгений Гаврилин, один из наших партнеров. Потом мы выступили на Акселе в Алуште, потом на Бали. И вот так мы росли с точки зрения количества профилей, открытых в системе. Получается, что мы стартанули 2 февраля 2018. Наконец, к 31 декабря 2018 года, было открыто 20 059 профилей в системе. И мы растем линейно. То есть в 2018 году где-то приблизительно около 2000 человек смотрели свою карту. Что самое интересное, то, что вчера буквально мы сняли цифры, и за 4 месяца мы сделали уже практически столько же по количеству людей, сколько и за весь 2018 год. Вот так география. Это людей, которые интересуются, которые заходят, если вам видно. То есть это не только постсоветское пространство, СНГ, это практически вся карта. Ну, понятное дело, самый интерес большой в России. Кто уже был на наших выступлениях, ну на моем в частности, раньше я рассказывал о том, что процент людей, которые возвращаются в систему, которые рекомендуют систему дальше, был 42. Потом мы этот показатель вырастили, он стал 53. Сейчас этот показатель 67%. То есть пришло 10 человек, из 10 человек 6-7 человек приведут еще. Понятно, да? Приблизительно. То есть уровень лояльности к сервису. И что мы сделали? Скажите, вот вы посмотрели свою карту. Вот если бы Павел вам здесь не рассказывал, вы бы поняли вообще о чем это и что там прописано? Вот реально, поднимите руку для тех, кто бы понял, и вот ему не надо было бы объяснять дальше. То есть есть люди, да, которым все-таки нужно было бы помочь разобраться. И что мы сделали? Мы сделали, создали продукт, 30-дневный марафон, в рамках которого человек ежедневно начинает проходить свою карту, ежедневно начинает работать над собой. И если вы зайдете в Инстаграм по хэштегу «Эвомарафон», вы увидите более тысячи положительных отзывов. То есть мы понимаем, что мы все-таки IT-платформа, мы не онлайн-школа. Но что мы сделали? Мы сделали онлайн-продукт, небольшую школу по изучению нашего продукта, по тому, как это внедрять в свою жизнь. И это, конечно же, принесло определенные результаты, и это повысило лояльность к нашему сервису. Так, и почему это работает? Это работает, потому что только 13% людей в мире действительно счастливы от того, чем они занимаются. И вопрос, а когда мы действительно по-настоящему счастливы в своем собственном деле? А в своем собственном деле мы можем реально быть счастливы, когда у нас просто охеренная команда. Кто считает, что реально команда – это важно? Очень важно, да? То есть один не двинешься. И вот вся суть в том, что классно, когда каждый человек внутри команды занимает именно то место, для которого он изначально рожден. именно с теми талантами, которые ему были даны изначально. И когда он прокачал компетенции к этим талантам, он же начинает делать, он просто неминуемо начинает делать результат. Это как Стив Джобс. Он не мог не построить Apple. Он просто не мог этого не сделать. Учитывая еще то окружение, которое у него было, рядом там со Стивом, Возником. Он просто не мог этого не сделать. Так же и здесь. Это собрать ту команду, вместе с которыми вы просто не можете не делать. Где каждый занимается исключительно тем, для чего он рожден. И вот так вот выглядит у нас в команде. Наша система, наша структура. Вот так же выглядит у Фейсбука. Можете сфоткать, пока попью. Я рад, что наша интереснее, чем Фейсбука. Индивидуализация личности и есть формула успеха. И мы постарались автоматизировать эту историю. В чем суть? Обратили внимание на то, что сейчас все пытаются автоматизировать, шаблонизировать, регламентировать. Но идет прям такой тренд. Я прям начинаю замечать, что каждый продукт, каждый инфобиз, каждая образовательная программа, она реально похожа на другую. Они просто как будто из-под конвейера уходят. Одна за другой, одна за другой. Но с какого-то момента просто уже становится неинтересно. Одни и те же механизмы. Все одно и то же. Вы обратили внимание, что в общей сложности мы за все время сделали оборотку чуть более 27 миллионов без вложений в маркетинг, без вложений в рекламу. А здесь просто инфобиз, образование, оно действительно шаблонизированное. Вы потом начинаете все это выстраивать, нанимаете сотрудников, реализовывать вашу мечту. Но не их. И они кто-то за 15 тысяч, кто-то за 30, кто-то за 100 тысяч, СММщики, да, таргетологи, они работают на вас, но они не воплощают вашу мечту. У каждого своя. Правильно. И вопрос в том, что, а как привлечь в команду, чтобы человек внутри вашей команды, внутри вашей мечты реализовывал свое дело. Реализовывал свою мечту. И был счастлив от того, что он делает. И чтобы он вкладывался на 100%. У нас в эволюции есть... Девчонки называют себя фундамент эволюции. Их там около пяти человек. Некоторым мы платим прям, ну, совсем мало. Да, это в районе там 15 тысяч рублей в месяц. И девчонки делают брендбук, пишут, пишут посты в Instagram, в Telegram, занимаются нашими социальными сетями. Я понимаю, что по факту на рынке это стоит намного дороже, но они делают это от души. Они делают это реально потому, что их прет это делать. И мы не можем не давать им больше. И мы даем. И таким образом мы начали запускать новый тест, учитывая те знания, которые мы получили. Мы буквально на коленке, сидя в Грузии, собрали небольшой обучающий курс, куда пригласили поучаствовать наших друзей. И об одном из этих кейсов я вам сейчас расскажу. Как общее настроение? Так, это Александр Змановский. Это управляющий партнер высотский консалтинг и владелец компании Vita Energy. Он согласился поучаствовать в нашем эксперименте. И вот каких результатов мы у него достигли. То есть изначально мы что сделали? Мы сделали перестановку кадров в соответствии с их врожденными талантами. И как итог, это увеличение оборота компании на 74,5%, устранена проблема в отделе логистики и повышена лояльность клиентов. Чтобы вы понимали, оборот этой компании был до этого 1 миллион долларов. То есть одно дело, я не знаю, для тех, кто строил уже бизнесы, всегда понятно, что с 1 миллиона вырасти до 5, до 10, намного проще, чем уже с миллиона долларов вырасти практически 2, до 1,750,000. В общем, увеличение прибыли на 75%. Вот их благодарственное письмо. Очень греет. И на основании этого большое спасибо Александру. Кстати, кто был на Бали, можете посмотреть в интернете, прям 7-минутный его отзыв, где он прям подробно рассказывает, что конкретно было сделано, что конкретно внедряли. Одно из основных, мы, исходя из сервиса, человека из отдела продаж переместили в отдел логистики. То есть это было изначально, немножко непонятно, как это отдел продаж, это коммуникация, это общение с людьми, это никакой макулатуры, никаких бумаг. А когда команда начинала разбираться и говорит, блин, ты по талантам подходишь реально туда, ну ты же продавец. Она говорит, не, ребят, я обожаю копаться в бумажках. И у него там был четвертый отдел, это самый проблемный у него. И буквально за месяц эта проблема просто решилась. Это кто мог бы подумать, что из отдела продаж перевести человека в логистику. Нестыковка. Но сработало круто. И благодаря Александру и многим еще ребятам, которые принимали участие в этом эксперименте, мы создали сервис «Эволюция для бизнеса и HR». В чем суть? Суть в том, что мы выделили 12 основных талантов, благодаря которым можно собрать хорошую, классную команду. то есть некий костяк, костяк топов, которые будут уже управлять компанией. В чем суть? Это 12 основных талантов, благодаря которым компания может стартануть, стать единорогом, стать успешным бизнесом. И здесь очень важно, к примеру, первый талант. Первый талант – это человек, который создает продукт. Человек, который… творчество, создатель. Связи с общественностью, восьмой талант. Вы, кстати, просто можете пока что вспоминать свои карты, у кого там какие таланты. Если не помните так, лучше в телефон и не лезть, они вам еще пригодятся. Связи с общественностью – это некий такой пиар, маркетинг. И как раз таки у нас в команде есть Миша Мартынов, наш партнер с Пашей. Вот у него есть связка вот этого первого и восьмого таланта. Именно благодаря как раз таки этой связке, его вот этого искусства маркетинга, причем оно у него, знаете, оно у него такое естественное. Вот ты бы посмотрел на него, но никогда бы не сказал. Но все конкретные точечные шаги, которые он делал, позволило стать эволюцией настолько популярной, насколько она популярна сейчас. Далее, видение. Видение – это человек, который умеет направлять ресурсы. Человек, который показывает, куда идти бизнесом. Седьмой – это тот, который расписывает, грубо говоря, все по шагам. То есть некое такое стратегическое планирование. Далее. Тридцать первый талант – это такой лидер, который ведет сам себя. Это, кстати, талант у нас у нашего партнера Жени Новгородцева и у моей супруги. И ты не понимаешь, что у этих людей в окружении находятся такие люди, которых в социальных сетях ты можешь не найти просто. Но тем не менее. Это такие люди, которые могут и умеют договариваться на высшем уровне, и у них там руки, ноги не подкашиваются. Тринадцатый, понятно, да, бухгалтерия. Это аналитика, ведение отчетности. Тридцать третий талант – это некий такой надзор. Это такой человек, который позволяет из всего того, что вы сделали, выстроить некие такие прям швейцарские часы, которые будут работать точно и качественно. Пятый талант – это человек, который создает культуру, который создает ритмы компании. К примеру, в нашей компании – это Павел. И вот Павел, он создает эти ритмы. Потом пятнадцатый талант. Пятнадцатый – это то, что… Пятый и пятнадцатый – это те таланты, благодаря которым, когда будут смотреть на вашу компанию, на ваш бизнес, его будут воспринимать надежным. его будут воспринимать таким, с которым имеет смысл работать и даже в долгую. Четырнадцатый талант – это талант, который генерирует ресурсы. Это прям вот генерация ресурсов. Дальше. Двадцать девятый – это человек, который выполняет… Ну, который… Вот почему написано «самоотдача»? Потому что именно эта энергия позволяет всей команде выполнять те обязательства, за которые она брала ответственность. И сорок шестой – это координация административная, администрирование.